Привет, это Жан-Клод Ван Дамм. Увидимся в шестом кинотеатре в воскресенье утром в 10.30. Это еще не конец. Обычно на съемочной площадке, где вы скромны, вы слушаете то, что вам говорят, или вы довольно нервный и не очень терпеливый, как это происходит? Я как губка. Я обожаю все, чем у меня учат. Я рожден, чтобы учиться, я не рожден, чтобы учить. Так что то, что я знаю, я сохраняю. Я не знаю, я беру это. Я действительно очень-очень сотрудничаю. Вот как мы говорим с директором. Потому что это означает, что вы должны хорошо бороться за директора, и когда ты выбрал своего директора. Ты позволяешь себе делать то, что он хочет, потому что у него есть видение и концепция на этом уровне. Фильмы, которые я снимал до этого, из-за того, что у нас были режиссеры в первый раз, я должен был участвовать. Я должен был быть. Помолвлен. Помолвлен, чтобы защитить этот фильм. Мой следующий фильм. Мне потребовалось шесть месяцев, чтобы подписать контракт с режиссером, подраться, пригласить его в ресторан, разговаривать с ним каждую неделю. В конце концов, он сдался. И я знаю, что он мой режиссер. Так что я бы предпочел потратить год, два или три, чтобы убедить режиссера и снять хороший фильм, чем снимать фильмы за деньги. А затем фильмы превращаются в индустрию, как фабрика, как единое целое. Фабрика. Обычно на съемочной площадке, когда что-то идет не так, потому что это может случиться через две или три недели, что ты делаешь? Ты берешь на себя? Ты берешь все на свои плечи, если это уже есть. Это необходимо, это необходимо. Актеры, когда что-то идет не так, это жизнь. Это твое лицо на экране, и ты тот, кто спускается. Продюсер, сменный, режиссер. Это всего лишь имя. Но лицо не забывается. Поэтому я боролся за все свои фильмы. Я слишком много страдал и пускал слюни из-за этого, чтобы просто сказать, что такова жизнь. Я жду следующего фильма. И кроме того, я слишком уважаю своих поклонников. Они приходят ко мне, я их разочаровываю. Ты можешь крутить это как хочешь. Они будут на тебя злиться. Не против директора. Они не знают бюджета директора-продюсера. Они не знают всего этого. О, Ван Дамм, он нас сейчас бесит. Я слишком сильно люблю своих фанатов. Именно это важно для публики. Вы часто общаетесь с ней. Вчера я видел вас. Вы подписали много писем. Вы подпишите их только сейчас. Когда вы гуляете по улице, все это... Вы находите время, чтобы поговорить с людьми, о чем-то поговорить. Слушать? Да, потому что это люди, которые сделали меня, а это нет. Без людей ты ничто. Есть много кинозвезд, которые забывают об этом, которые говорят, о, я устал раздавать автографы. Именно благодаря людям я оказался там, где я есть. Это они принимают решение о фильме, те, кто собирается купить билет, а затем рассказывают об этом из уст в уста. И если людям это нравится, они массово идут в кино. Это решает публика. Решения нет. Реклама очень помогает. Она стоит дорого, за нее нужно платить. Но люди этой искренность. Мы не платим людям за то, чтобы они ходили в кино.